Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости о Максиме Галкине и Андрее Макаревиче, а также последние новости о работе антикоррупционного комитета. Организация Никиты Михалкова за 8 месяцев своего существования конфисковала рекордную сумму денег в размере 500 миллионов рублей у негативных элементов шоу-бизнеса. Все эти финансовые средства под контролем главного финансиста антикоррупционного комитета «Человека кристальной честности» Александра Анатольевича Ширвинда были направлены на улучшение социального уровня россиян, повышение социальных пособий, лечение тяжело больных детей и помощь семьям участников спецоперации. Под карающий меч правосудия антикоррупционного комитета уже попали Лайма Вайкуле, Алла Пугачева, Кристина Арбакайте и София Ротару. Ну а буквально вчера закончилась конфискация имущества других предателей России Андрея Макаревича и Максима Галкина. В результате семидневной проверки, которую проводили члены комитета Ян Цапник, Яна Поплавская, Анастасия Вертинская и лично Никита Михалков, было конфисковано имущество и недвижимости на рекордную сумму более чем 100 миллионов долларов. Глава комитета Никита Михалков кратко прокомментировал результаты проверки. Цитата. «Цель нашей работы – лишить предателей России любого источника дохода на территории Российской Федерации. Это будет честно и справедливо в первую очередь по отношению к российскому народу», – жестко заявил Никита Сергеевич. В частности, Андрей Макаревич и Максим Галкин были лишены следующего имущества и недвижимости. В результате проверки Андрей Вадимович Макаревич стал беднее на 80 миллионов долларов. Операцию по конфискации имущества проводила организация Никита Михалкова совместно с Израильским антикоррупционным комитетом. Основная конфискация имущества проводилась в Санкт-Петербурге и на земле Обитаванной. В результате проверки были конфискованы сеть магазинов антиквариата, три футбольных стадиона в городе Неве и на земле Обитаванной. Помимо этого была арестована музыкальная студия Андрея Макаревича и банковские счета на сумму 30 миллионов евро. К слову сказать, что сам Андрей Макаревич на данный момент находится в немецкой тюрьме по обвинению в смерти немецкого журналиста от Тошницеля. Трагическое событие произошло несколько месяцев назад. Андрей Макаревич во время интервью толкнул немецкого журналиста и тот упал с балкона третьего этажа. Серьезно пострадал во время проверки комитета и опальный пародист Максим Галкин. В связи с грубейшими нарушениями российского законодательства у Максима Александровича в первую очередь был конфискован знаменитый замок в деревне Грязи. По требованию антикоррупционного комитета в данном строении будут находиться военные госпитали для раненых бойцов. Помимо этого у Максима Галкина были арестованы сеть продовольственных супермаркетов под названием Гранд Отель, а также банковские счета на сумму 40 миллионов долларов. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете действия антикоррупционного комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.